Друзья, всем привет! Продолжаю строительство моего каркасника под небольшую беседку и помещение для хранения емкости с водой, хотя в последнем я уже начинаю сомневаться, так как почти середина лета вода есть. Видимо, эпидемия сделала свое дело и местный водоканал таки нашел резервы. Тем не менее, в этой части речь пойдет про стропильную систему, которую решил делать из сороковки. Полтинник строительный сезон летит как семечки, оттого мне не повезло и ждать несколько дней я просто не захотел. Да и не таких масштабов мое строение, чтобы привередничать из-за 10 миллиметров сечения. Висячая длина одной стропилы у меня менее двух метров, оттого кубометр сороковки пойдет и на крышу, и на полы. Также взял 16 досок дюймовки на обрешетку, а на контру по ходу решил нарезать из обрезков. Стропильные фирмы решил разбить на части, так как работаю один, и поднять готовую конструкцию наверх мне просто не по силам. Оттого начал с балок, которых у меня 8 штук. Обработал все дело антисептиком и оставил немного подсушиться, а сам перешел к незавершенным элементам каркаса, а именно ригелям, которыми в данном случае имеет смысл усилить верхнюю обвязку, где отсутствуют стойки. Во всех остальных местах это излишне, так как стропильные фирмы будут опираться прямиком на стойки. Эти элементы сажал на вертикально вытянутые уголки и заодно прошивал сотыми гвоздями, параллельно усиливая ими же все узлы. Большинство пробивных отверстий старались предварительно засверливать по верхней детали, чтобы не было растрескиванием. Но это скорее заморочка из столярки, делать это вовсе не обязательно. Тут снова очень выручают струбцины, без которых подобное соединение нормально не простучать. Порой так хочется в такие соединения клея налить, но шутки шутками, опоры или банальную монтажную пену вполне можно использовать для усиления конструкции. Главное, чтобы это соединение было скрыто от солнечного света. После установки ригелей я закинул все стропильные балки наверх и раздвинул их по своим местам с помощью отрезка дюймовки. Расстояние между балками у меня равно межточному, которое в свою очередь у меня 590 мм. Но чтобы не вымерять вылет балок за периметр обвязки каркаса, я выставил первую и последнюю по рулетке и натянул между ними шнур, по которому уже автоматом выставлял все остальное. Сами балки соединил с верхней обвязкой стен на уголок с одной стороны, который немного завалил их пермедикулярность, но это поправляется на следующем этапе, когда монтируется ветровая доска. Теперь можно переходить к самим стропилам, угол примыкания которых в моем случае равен 23 градусам. При отсутствии торцовочной пилы можно сделать простой кондуктор для ручной циркулярки при помощи аналоговой или цифровой малки. По сути, это основание с необходимым углом, которое будет накладываться на заготовку и параллельный упор для правильного позиционирования. Ну и раз уж я в мастерской, то грех не победить любимую фанеру, из которой я решил сделать накладки-соединители для стропильных ферм. Это куда интереснее уголков и позволяет соединять три детали в единый узел. Собственно, две стропилы и стойку. 10-мм фанеры для этого более чем, учитывая, что накладки будут с обеих сторон каждой фермы. Подготовив шаблон с необходимым углом, повторяющим профиль макушки крыши, я сформировал все накладки. Ну и сразу же на сверлил технологические отверстия сверлом зенкером, чтобы при закручивании саморезов не растрескивать фанеру, что приведет к слаблению этих элементов. Для сборки самих стропил прямо на земле собрал кондуктор с необходимыми ограничителями, по которому с высокой повторяемостью можно собирать стропильные фермы в любом количестве. По сути, доска, повторяющая нашу балку, являющаяся базой стропильной фермы и перпендикуляр выходящей из центра этой доски, на котором установлены ограничители. В этом месте у нас идет точная заусовка стропил, ну а на базовой доске и методом наложения я могу получить острые углы примыкания к балкам. На этой детали я также установил ограничители в виде флажков, дальние из которых задают размах стропил, помещая их в размер балок, а ближние служат для очерчивания угла. Я просто прикладываю к ним линейку и получаю тот же эффект, если я мог отчертить стропилы снизу на этом кондукторе. Довольно удобно и точно. В этот момент можно было бы сразу устанавливать и стойки, но с ними стропила было бы еще тяжелее поднять наверх, да и стойки в итоге лучше было бы отмерять по месту. Тем не менее, такой метод с фанерной накладкой обеспечивает максимально жесткое сцепление стропил и можно не переживать, что в процессе установки угол потеряется. Ну и после того, как технология сборки была обкатана, дело пошло как по маслу и все остальные стропилы были собраны примерно за час. Теперь прибиваю ветровые доски, соединяя стропильные балки в систему и перехожу к закидыванию стропил наверх. Ветровых сразу вставляю вылеты на карман и перехожу к обработке стропил антисептиком. Вроде нудное занятие, но во время этого можно немного отдохнуть. Установку стропил начинаю с фронтонов и первая самая халявная ферма идет на заднюю стенку строения, где есть примыкающие стойки. К ним-то и можно сразу подвизаться без замеров вертикальности. По этим стойкам пойдет сплошная обшивка задней стенки до самого конька. Они же обеспечивают всю крышу жесткостью, избавляя стропильные фермы от укосин. То есть в данном случае все фермы можно снять между собой прямыми, что после обрешетки сделает всю крышу монолитной. С передней фермы пришлось повозиться, так как было стремно и уронить за пределы строения. Оттого к ней через уголок я сразу перекрутил временную подпорку, которую уже прижал струбцины к одной из балок. В этот момент я точно убедился в верности своей стратегии и в том, что готовую ферму в сборе я никогда бы не поднял в одно лицо. После установки двух фронтонных ферм я кинул пару досок из дюймовки, которые под собственным прогибом создали нужный натяг для установки остальных ферм, которые уже можно было поднимать в вертикальное положение с помощью отрезка дюймовки. Ближе к 90 градусам фермы касались этих досок и с трением фиксировались без дополнительной помощи. Хваст и стропила предварительно прикручивал к балкам стальные полоски, но в итоге все также было прошито 150-м гвоздем. Теперь можно было заняться стропильными стойками, для чего из обрезков были напилены 8 заготовок с необходимым запасом на формирование пики в 46 градусов, чтобы стойки плотно входили в карман из фанерных накладок и четко примыкали к стропилам. Но во время установки вверху стойки прикручивались по заранее подготовленным отверстиям с обеих сторон, а внизу с помощью пластин крепились к балкам. Во время пробивания ферм гвоздями сами стропила также предварительно засверливал, чтобы избежать трещин на острых и относительно тонких частях деталей. Далее дело шло к высотным работам, а так как даже такая высота вызывает во мне некое волнение, я временно застелил часть перекрытия, чтобы не прыгать по балкам, так как я уже напрыгался по ним внизу, а тут оступиться вообще не хотелось. Ну и снова возвращаемся в мастерскую, где самая пора напилить контрабрешетку. В принципе для холодного строения я не особо-то и нужна, поэтому ни тебе, ни мне напилил ее сечением 25 на 50. Такого вент-зазора в отсутствии гонденсата более чем, а главное для контры такого сечения ушли самые ненужные обрезки. По стропилам по классике пойдет пара гидроизоляция типа D и для неутепленных крышей рекомендуют укладывать глянцевой стороной к кровли. Ну а для утепленных, как ни странно, любой. Монтируется она строительным степлером прямиком к стропилам и чтобы особо не бегать, можно сразу пришивать контрабрешетку. Пленку лучше растянуть по всей длине и пришить по одной стороне, иначе двигаясь по стропильным, велика вероятность, что полотно уйдет в сторону. Контру пришивал 80-кой с шагом в 25 сантиметров, что оптимально для дюймовки. Теперь можно было подготовить первую партию обрешетки под металл-черепицу, которую я как-то привык делать из дюймовки шириной в 150 миллиметров. При отсутствии внутренней обшивки крыши, если это просто чердак, такая обрешетка служит отличным усилением всей стропильной, не давая ей завалиться. В итоге, конечно, все скрепляет сама кровля, но обрешетка это сила. Соответственно, обшивку начинаем снизу, где расстояние между двумя первыми досками всегда чуть меньше, ну а дальше в моем случае со 150-кой это 200 миллиметров, а в случае с соткой это 350. В принципе, в интернете есть куча наглядных картинок, но также можно наложить на ваш лист металл-черепицу рейку и нанеся на него места крепления саморезами, которые, как правило, находятся под гребнями, понять, где и с каким шагом должны проходить доски обрешетки. Учитывая, что места крепежа саморезами должны быть максимально по центру доски. Для кровляных работ я сделал себе приставные леса, которые крепил по месту к стойкам строения с помощью одной или двух струбцин. За всю работу их пришлось потаскать изрядно, но впоследствии немного свыкся с высотой и только забирался на крышу с помощью этих лесов. Благо угол не такой крутой и сто раз вспомнил строителей, которые строили мне дом. На высоте около 10 метров они ходили по обрешетке в тапочках. Теперь оставалось напилить верхние части контры из совсем уж откровенных обрезков, которых у меня всегда в изобилии. Если в этих деталях попадаются сучки, то в процессе пришивания их надо проходить гвоздями с двух сторон, чтобы это не было слабым местом. Ну а на одной из досуг была кора и, конечно же, под ней были следы деятельности короеда. Так что никогда не сюда дядь кору. После установки последних деталей контрабрешетки я уже окончательно осмелел и как заправский кровящик ходил по крыше. Главное бдительность не терять. Временный настил можно было удалить и приступать к формированию карнизов фронтона. В принципе, можно было бы уже и железо положить, но погода, как всегда, испортилась и внесла логическую паузу в мой мини-сериал. Так что про саму кровлю поговорим в следующий раз, где также займемся полами и обшивкой строения. Вроде бы дел еще полно, но самые сложные вроде уже позади. Такое вот на сегодня видео. Спасибо за внимание, друзья, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok